Уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемые гости, вас приветствую в Азербайджане, рад вашему визиту. Я знаю, что вы посещали Агдам и Физули, и сами видели те разрушения, которые оккупационные силы превратили наши города. Некогда цветущие города Карабаха, Агдам и Физули, где проживало десятки тысяч людей, полностью разрушены. В Физули нет ни одного здания, в Агдаме также все здания снесены, осталась только полуразрушенная мечеть, и то, как я говорил, как выяснилось потом, только для того, чтобы иметь привязку к местности в качестве ориентира для возможных артиллерийских ударов в случае наступления азербайджанской армии в этом направлении. Не случайно иностранные журналисты назвали Агдам Кавказской Хиросимой. Думаю, то же самое можно сказать и о городе Физули, да и о остальных городах, которые были под оккупацией, и Зангелан, и Джабраил, и Губадлы, практически полностью разрушены. Не только города, но и села. И когда вы ехали в Физули, в Агдам, вдоль дороги, вы наверняка увидели полностью разрушенные села. Все эти разрушения были совершены после окончания Первой Карабахской войны. Именно для того, чтобы уничтожить следы азербайджанского культурного наследия на этих территориях, также с тем, чтобы не допустить никогда возвращения азербайджанцев на эти территории, а также чисто для воровства, для разграбления, потому что сняты были оконные рамы, двери, крыши. Все, что можно было унести, вандалы и воры унесли. На тех территориях, где не все разрушено, там проводилась политика искусственного заселения, что является грубейшим нарушением Женевских конвенций и военным преступлением. Причем, если в первые годы оккупации прежняя армянская власть скрывала это, то нынешняя армянская власть этим гордилась и демонстративно публиковала в интернете и в своих средствах массовой информации видеоролики о том, как граждане государств Ближнего Востока, армянской национальности, приезжают, расселяются в Шуше, в других городах, тем самым полностью игнорировала не только международные правовые нормы, но и нормы человеческой морали. Да и о какой морали можно говорить, когда сейчас весь мир видит те разрушения, которые совершили оккупанты. В мире за всю историю человечества было много войн и разрушений, но думаю, что XX век не видел таких варварств, вандализма и разрушения, сознательного уничтожения городов и сел. Что касается других освобожденных территорий, то, например, в Кельбаджарском и Лачинском районах проходило искусственное заселение как граждан Армении, так и в основном армян из диаспоры, но когда оккупанты должны были покинуть эти территории в соответствии с заявлением, подписанным 10 ноября, у них было время, где-то дней 20, за это время они сжигали дома, которые не они построили, а в которые они незаконно вселились, вырубали леса, уничтожали всю инфраструктуру. В Лачинском и Кельбаджарском районах было более 10 гидроэлектростанций. Все они разрушены. То есть варварство, другого слова просто найти невозможно, перед глазами всего мира. И также, когда Азербайджан вернулся к оккупированной территории, сегодня туда совершают визиты представители международных организаций, посольств, журналисты и видят все своими глазами. Это невиданный вандализм, варварство, как будто бы племя дикарей прошлось по этим территориям. Что касается города Шуши, то в каком он состоянии сейчас, не может никого оставить равнодушным, потому что это жемчужина Кавказа, уникальный, неповторимый город. Думаю, не только в нашем регионе, но и в мире. Полностью в запустенении. Мечети разрушены. Памятники истории культуры также. Мавзолей Вагифа разрушен. Надгробная плита сломана. Борельеф Вагифа сломан. Бюст уничтожен. Дворец Натаван разрушен. Дом Бюль-Бюля практически в полуразрушенном состоянии, а дома Узерга Джибейли уже нет. Остались только стены. Это варварство, это культурный геноцид. И этому нет никакого оправдания. Война закончилась, Азербайджан одержал победу, но мы никогда не забудем этого. И никогда не должны забыть. Поэтому, по моему указанию, когда будут восстановлены все наши города и деревни, мы оставим в каждом городе, наверное, квартал, или, может быть, большую территорию, такой, какой ее оставили оккупанты, с тем, чтобы никогда азербайджанский народ этого не забывал, и чтобы следующее поколение всегда помнили, что мы должны беречь свою землю и полагаться только на свои силы. Мы, конечно же, восстановим все разрушенное на оккупированных территориях. Процесс восстановления начался. Я думаю, что в ближайшее время первые шаги, которые мы сделали, будут уже видны. Программа большого возвращения готовится. И, думаю, в ближайшее время все мы увидим возрожденные города. Хотел бы выразить благодарность вам, уважаемый генеральный секретарь, также руководителю Тюрксоя, за поддержку во время войны и после. Неоднократно генеральный секретарь Тюркского совета выступал с заявлениями во время войны и в самом начале, буквально на следующий день, вы сделали заявление в поддержку Азербайджана, в поддержку территориальной целостности, суверенитета, нерушимости границ нашей страны, а также заявление о том, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Это был практически второй день войны. В 20-х числах октября вы сделали заявление, осуждающие бомбардировку баллистическими ракетами города Гянджи и выразили соболезнования азербайджанскому народу. Также в конце октября вы выступили с заявлением о необходимости урегулирования конфликта в рамках резолюции Совета безопасности ООН, а также говорили о нарушении армянской стороной Женевских конвенций. Вы обратились ко мне с письмом, а в начале ноября 2-го числа мы с вами в Баку встретились и еще раз вы выразили поддержку Азербайджану. То есть в течение 44 дней четыре раза было сделано официальное заявление от имени генеральной исхаря Тюркского Совета. Мы это очень высоко ценим, а также то, что вы сейчас находитесь в Азербайджане, что вы посетили освобожденные территории и увидели своими глазами то, о чем слышали и то, что, наверное, частично видели по телевизору. Поэтому я хотел бы выразить вам благодарность от имени всего азербайджанского народа. Тюркский Совет – это та организация, которая больше всех нас поддержала во время войны. Мы также благодарны другим организациям и организации исламского сотрудничества и движения «Присоединение». Благодарны странам, которые поддержали нас в это время, потому что моральная и политическая поддержка в такое трудное время, конечно же, очень много значит для нашего народа и для того, чтобы весь мир еще больше узнал правду о том, что происходило. Одним из результатов нашей победы стало то, что сегодня уже ни у кого нет сомнений о том, в чем была причина войны в начале 90-х годов, в чем были результаты оккупации, что оккупанты натворили на оккупированных территориях. Поэтому как международное право, как историческая справедливость, принадлежность Карабаха-Азербайджана, так и сегодня уже воочию увиденное международными средствами массовой информации, международными организациями, еще раз подтверждает нашу правоту, которую мы доказывали на протяжении 30 лет и в конечном итоге доказали силой оружия на поле боя, изгнав оккупантов с наших священных земель. Я еще раз выражаю вам глубокую благодарность. Я рассчитываю на активное взаимодействие в период восстановления освобожденных территорий с братскими странами. Я уже говорил об этом, что в первую очередь мы, и не только в первую очередь, а вообще мы будем привлекать только компаний из дружественных стран. Таких в мире большинство, но среди них, конечно, есть страны, те, которые активно поддерживали Азербайджан в период войны и после. Поэтому, думаю, что в рамках Тюркского совета естественно эта тема будет обсуждаться, и мы будем анализировать произошедшее и строить планы на будущее. С уверенностью могу сказать, что процесс восстановления территорий будет также поддержан нашими братскими странами. И, конечно же, рассчитываю на, уверен, на активную поддержку Тюрксоя в восстановлении наших исторических культурных памятников. Потому что на освобожденных территориях было разрушено около 70 мечетей, разграблены музеи, уничтожена вся социальная инфраструктура. Но в Агдаме вы, наверное, видели оставшуюся стену драматического театра. Просто, видимо, устали разрушать. Именно просто, наверное, сил не хватило дальше. Поэтому доведение до мировой общественности варварств, оккупационных сил именно в плане разрушения нашего культурного и исторического наследия, думаю, также будет в центре внимания Тюрксоя, ровно как и помощь нам в плане восстановления наших исторических культурных памятников. Этот процесс уже начался. Что касается Агдамской мечети, уже привлечены специалисты. Также после посещения Шуши несколько дней назад мной были даны указания для начала работы по восстановлению наших религиозных памятников. Активную роль в этом будет играть фонд Гейдара Алиева. Также даны инструкции по восстановлению мавзолея Вагифа. Я дал инструкцию восстановить его в этом году. Мы планируем провести, восстановить дни поэзии Вагифа в этом году, провести фестиваль Хары Бюльбюль в этом году. И не случайно мной Шуша была объявлена культурной столице Азербайджана. Думаю, что Шуша после восстановления с ее природой, ландшафом, историей, историческим памятником может по праву стать культурной столицей всего региона. И, конечно же, рассчитываю, что следующий ваш визит вы посетите Шушу. Сейчас мы уже строим туда дорогу. И в ближайшее время в этом году будет открыт международный аэропорт. Так что Шуша увидит еще много-много международных мероприятий и будет принимать своих друзей, братьев, как это было на протяжении всей истории. Еще раз выражаем благодарность, спасибо за поддержку и желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Господин президент, выражаю огромную благодарность за вашу вдохновляющую речь. Вчера мы действительно были в освобожденных территориях, увидели своими глазами разрушенные, полностью разрушенные объекты, практически полностью. И, конечно, бить этих разрушений совершенно удручающе. Но я во время моей встречи с представителями прессы сказал, что эти земли никогда не были бесхозными. истинные хозяева этих земель есть, они вернули этих земель себе, и очень скоро они восстановят эти земли, процветающие земли визулеи, и славную землю. Акдамы и других освобожденных, очень скоро восстановят их былую славу, былой богатый облик. И мы 2 ноября здесь были вместе с руководителями бизнес-сообществ наших стран. Мы тогда обсудили возможность участия наших предпринимателей наших стран в восстановительных проектах Азербайджана. Этот вопрос активно обсуждается, и скоро мы проведем большой бизнес-форум как раз по участию наших предпринимателей в этих работах. Вчера я имел честь побывать на территориях вместе с руководителями других тюркских организаций, генеральным сектором Тюрксой Десен-Курабайшем Касейновым и президентом фонда наследия культуры тюркского мира Гней Афендеевым. Мы обсудили, а также возможное участие наших организаций в восстановлении культурных памятников. И мы скоро проведем соответствующую работу и встречи совместно с нашими странами, как мы будем участвовать вместе с Азербайджаном во восстановлении этих памятников. Предварительные переговоры нашими странами показали глубокую заинтересованность и энтузиазм наших стран и народов в оказании помощи Азербайджану. Мы предлагаем объявить Шушу во втором году культурной столицей тюркского мира. Мы объявляем и провести очень много мероприятий культурного характера, который подчеркнет именно такое большое культурное значение Шуши для всего чурского и исламского мира. Вчера мы с Министром национального отдела обсудили этот вопрос и если вы разрешите мы начнем эту работу. Проведем около 20 мероприятий культурного характера в Шуше в этом году. К этому времени мы уверены, что Шуша будет восстановлена и обретет свой облик. Всегда мы были рядом с вами и всегда будем рядом с вами. Хотел бы воспользоваться этой возможностью так, чтобы доложить вам о текущей повестке дня Тюркского Совета. Мы сейчас завершили подготовку тюркской стратегии 2025 и тюркские видения 20-40 согласно вашим указаниям во время Бакенского саммита. Этот документ содержит видение, будущее видение тюркского мира, нашей сотрудничества, интеграцию во всех областях политики, экономики, культуры, образования, туризма, молодежи и так далее. И мы сегодня, я имею честь вам передать этот готовый документ Туркей World Vision 2040. И после вашего одобрения на предстоящем саммите мы приступим к реализации этого документа, который разрабатывался в течение года, совместно в тесной координации с министерствами ведомости наших стран-членов Тюркского Совета. Мы также готовимся к саммиту, неформальному саммиту в Туркестане, который инициировал первый президент Казахстана, Ербаса, Нурстан, Мишин, Назарбаев в конце марта этого года, а также очередному саммиту Тюркского Совета, который запланирован в Стамбуле осенью этого года. Я думаю, что эти саммиты станут еще одним поворотным моментом для развития нашей интеграции и единения Тюркского мира при вашей поддержке. Тюрксовет всегда готов выполнить все необходимые работы по дальнейшему отношению к президенту. Огромное вам спасибо за все, что вы сделали для Тюрксов мира. Сомер БЕС Тюрксовет Тюрксовет Казейнов и БЕС Сомер Фонд Гюнай Эф Субтитры создавал DimaTorzok